А сейчас у нас на связи, пожалуйста, встречайте вашими аплодисментами, Влад Быстров. Влад, мы тебя видим, ты нас слышишь, видишь? Я слышу и вижу, но никого не вижу, кто там сидит. Зато мы тебя видим и слышим. Ты еще и коллекционируешь музыкальные инструменты. Мог бы немножечко, чуть-чуть хотя бы познакомить нас со своей коллекцией? С удовольствием. Значит так, с чего начнем? Начнем с самых старых инструментов. Так как я живу в Германии, купил недавно здесь вот такой инструмент. Это коровий рок. Коровий рок, да. Называется Гемсхорн. Работает, функционирует примерно так же, как блок флейта. То есть это был огромный набор этих вот таких Гемсхорнов. Вот этот Гемсхорн, он басовый. Звучит примерно так. Всего лишь одна октава. Но очень волшебно звучит. Значит, есть вот такая модуляция, это Сопрониновый Гемсхорн. Удивительно, почему в России тоже есть коровы, а такого инструмента нет? Нет, ну в России есть потрясающий другой инструмент, ты же знаешь. Вот у тебя, по-моему, есть в продаже такой. Ну это понятно. Мне очень нравится этот инструмент. Всем известная желейка. Значит так, потом есть еще, дальше идем, есть у меня вот такой очень, один из любимых инструментов. Инструмент называется Шиао. Это прародитель японского Шакухачи. Значит, играется вот такой вырез у нее. Видим. Здесь все закрыто, вот просто вот такой вырез. Значит, восемь дырочек на ней. Звучит очень мягко. Тяжело играть после саксофона, аппарат не тот. Но название этого инструмента очень почему-то развеселило ребятишек. Шакухачи. Не, не, Шиао, Шиао, а Шакухачи это вот это. Шакухачи, будь здоров, называется. Аучхи, Шакухачи. Вот этот инструмент, это японский, значит, тут все открыто. Здесь все открыто. Звук губами нужно закрывать вот здесь вот. Иду таким образом, чтобы воздух рассекался примерно наполовину. И Шакухачи, игроки, значит, показывал мне тут один американский музыкант. Как они играют? Они вибрато делают не животом, а головой. Вот так вот примерно. Не знаю как, я так не умею, я делаю обычно с животом. Всего пять дырочек, то есть, в принципе, если на ней играть, то получается обычная пентатоника. Но за счет того, что дырочки очень большие, мастера играют на ней хроматически. То есть я пока еще не умею, на ней пока еще учусь. Вот, потом, значит, есть, ну, другой инструмент я показывал. Это, значит, инструмент называется Бабу. Я как-то привозил его в Казань. Очень красиво звучит по-настоящему по-китайски. Этот инструмент мы записали, я вот буквально приехал только из Петербурга, записал там диск для Leo Records с пианистом петербургским Алексеем Лапиным. И одна вещь называется по-китайски колыбельная, мы играем на этом инструменте там. Вот, потом, значит, есть, как продолжение этого же инструмента, один из моих любимейших инструментов, называется Хулуси, тоже китайский инструмент, звучит почти так же. Значит, здесь вот у него есть три ствола, так скажем, да? Три ствола, да-да. То есть вот один дает такую нижнюю ноту. И потом, когда я играю, в момент игры я убираю мизинцем третью и звучит очень красиво. Вот такой инструмент. Спасибо за душевный инструмент. Влад, а могу я попросить что-то сыграть с электронным помощником, с электронным аккомпаниатором? Вот так вот взять, просто без комментариев, просто поимпровизировать, чтобы показать, как это происходит на самом деле. КОНЕЦ Влад, я хочу поблагодарить за наше общение, за такой экскурс в этнические инструменты, за те основы импровизации, которые ты на своем примере юным музыкантам дал. Хочу поблагодарить за то, что с радостью откликнулся принять участие в нашем проекте.